Девушки отдыхают Но чаще всего на лето мы с родителями отправлялись на дачу, в Шатрово Здесь я познакомилась с Егором, которого я полюбила внезапно, страстно И, как мне казалось, на всю жизнь Я хочу рассказать вам о своей жизни О своей первой любви и о жестоком предательстве С той поры прошло почти 15 лет Многие вещи видятся иными Некоторые проще, некоторые сложнее Родители зовут меня Тата А вообще я Таня Шаповалова В то лето я ждала своего любимого Егора из армии И каждый день я караулила почтальону тетю Машу Чтобы перехватить у нее дорогое письмо Мне казалось, я дышать без него не могу Но моей маме Егор почему-то не нравился Я и предположить тогда не могла, что случайное знакомство, затеянное моей мамой Перевернет жизнь всей нашей семьи с ног на голову Ну, как дела? Хочешь помочь? А Тата еще не приходила? Нет А что? Да, Тата Почтальонша наша недавно встретила Она говорит, что Тата каждый день письмо от этого Егора Смирнова спрашивает Ну, спрашивает и спрашивает А что здесь такого? Ну, во-первых, он скоро возвращается А во-вторых Ну, может быть, можно нашу дочь с нормальным парнем познакомить А? Ну, ведь у тебя же есть студенты, аспиранты А нет, ты как-то очень много по этому поводу думаешь Все само собой сложится Жизнь покажет Да? Да Ты что хочешь, чтобы наша дочь всю жизнь в деревне прожила? Коров доила, там, свиней разводила И в сорок лет выглядела старухой, да? Нет, не хочу Ну, тогда сделай что-нибудь для дочери полезное Ну, ладно Ты Витя Белькевича помнишь? Ну, завхоза нашего У него еще жена рано умерла Ну, так он же старый Да нет, не он У него сын есть Женька Они как-то с Татой в пионерлагеря ездили Он там олимпиады выигрывал Ну, а сейчас ты красавец На юрфаке учится Да? Да На юрфаке? Если хочешь, давай пригласим их к нам в гости Конечно Тем более, что и повод есть Юбилей вроде как через неделю Петька Ну, все, все, все Я позвоню Нет, я позвоню и приглашу Хорошо Хорошо Я запомнила Тятя Маша Стойте Здравствуй Здрасте Здравствуй, Тата Утавила ты меня своими письмами Каждый день спрашиваешь Небудь с письмом кавалера ждешь Жду Шиповалов и Татьяне Это я А Смирнова и Егора Танцуй Тетя Маша Танцуй На, держи Спасибо Здрасте Здравствуй Привет Отлично Вот хорошо Даже вот так Девочки, вам салатика положить немножко Секундочку, внимание Я не имел счастья Работать с легендарным Сергеем Шиповаловым Но Петр Сергеевич отца не посрамил Много сделал для нашей отечественной физики Для нашего института в частности А выпить я хочу за молодежь Я никакого отношения к физике не имею Да, я тем более Знаете, психология, она сейчас тоже очень важна А главное, Тата, чтобы ты помнила, что твой отец и твой дед Это выдающиеся специалисты И ты не можешь оставаться на вторых ролях Пап, мы все поняли Учиться на пятерке, не посрамить династию И все такое В общем, давайте выпьем за тех, на кого мы возлагаем наши надежды Ну, давай Да, давай Жень, ты так вырос, я тебя помню совершенно маленьким и худеньким мальчиком Моя дочь, между прочим, тоже красавица Удачи тебе Спасибо, пап Как здоровье, тетя Нина? Ай, ноги чего-то побаливают Слушай, Сашка, ты не знаешь, во сколько сегодня этот автобус-то приезжает, а? Автобус? Минут через пятнадцать А что, ждете кого? Слушай, а что, Егор-ка тебе ничего не сообщал? А чего? Так приезжает он сегодня Вот так А мне ничего не сказал, Шучарон, ну? Да, вот, а я телеграмму получила Ага, так, ясненько Папа, можно я к себе пройдем? Может, погуляем? Мне тоже скучно Получится, потому что у меня там хвост по конфликтологии И это Женя, твой гость А по-моему, это ваши гости Я их извлекать не обязана Нет обязана Как будущая хозяйка А нет Оставь уже Ну, что значит оставь? Я, между прочим, заботюсь о твоем будущем Мое ближайшее будущее Это зачеты Помоги мне принести гусю Сейчас Выходи Давай, ничего Хочу Тебе надо пройти Здорово! 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 Сиран Смирнов Ты домой Куда ее привел? Тихо! Эй, тихо! А он открылся Вот, вот, вот Используй Вот, вот Вот, вот Вот, вот Ну, давно где? Я вообще не знал, что ты сегодня приедешь Мамку бы твою не встретил Вообще фиг бы сюда пришел Так телеграмму бы отбил бы Я бы хотел тебя на мотоцикле бы от горы Да с ветерком бы, ну Ладно, погоняем еще Пойдем домой Пойдем Да Всю жизнь мечтал заниматься наукой А на физфакт не прошел Мама сказала, единэкономический Там тогда проходной бал был смешной Пятнадцать лет назад Никто особо в хозяйственники не рвался Ну, не скажи Хороший хозяйственник, знаешь Завхоз для института Это сокровище Особенно сейчас, когда Не то, что каких-то серьезных вещей А элементарных достать невозможно Скоро уже воздух для лабораторий Доставать будем Время странное Но перспективное В смысле, говорить можно все, что хочешь? Это да А с точки зрения науки С нашими бюджетами Мы сейчас вряд ли что-либо серьезное Сможем миру доказать Знаешь Я даже не столько о науке Сколько о бизнес-гляде на науке Вот ты, Петь Завхоз лаборатории Это же большая власть Ну да Пять лаборантов и аспирантов А их еще и кормить надо Вот-вот Через вас проходит много ценных материалов Платина, молибден, вольфрам Спирт, наконец Высшей очистки Это все можно реализовать Да, точки сбыта Если что, я подскажу Витя Ты мне что, воровать предлагаешь? Господи Да почему воровать-то? Это элементарное выживание Корабль тонет Все бегут Все тащат Скоро тащить будет уже нечего Может быть И как бы до обидного Мало нам не платили Но это позиция Крысы Ну, знаешь ли Крыса как раз и выживет А вот ты, Петь, в такой позиции Погибнешь А знаешь, звучит как угроза Ты что, меня пугаешь? Упаси меня Бог Если нету, придет другой Ты все равно будешь жить по его законам По новым законам За предупреждение спасибо Ну, давай договоримся так Этого разговора не было Все Пошли к гостям А то заждались нас уже Жаль Вот, пожалуй Представляете, мы его в местном магазине купили В Москве полки пустые Даже мыла нет А здесь, смотрите, какой гость А где именинник? А? От такого запаха откуда хочешь Тогда получай свою ножку Спасибо большое Так, ну что, давайте Подавайте, а я буду накладывать Пожалуйста 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 Все нормально В каком смысле? Ну, мама, видимо, что не просто так на кухне поспала Просто так на кухне поспала Помочь Большое спасибо Анна Валерьевна и мне Да, конечно А что она могла еще сказать? Вот Спасибо Здрасте, Анна Валерьевна, Петр Сергеевич Здравствуйте С юбилеем вас Оставайтесь всегда таким же молодым И красивым Спасибо, Светочка Познакомьтесь, эта красавица Татина подруга Они вместе с детства Ой, это вам Спасибо Анна Валерьевна, а мы с Татой Собрались погулять Ты что, забыла? А мы ненадолго совсем Да, гуляйте, пожалуйста Хоть до утра Только вот этого молодого человека С собой возьмите Женя Очень приятно Ты знаешь, мне кажется, тебе будет там неинтересно Ничего, не будет, уйду Пап, давай пропускай Давай До свидания всем До свидания До свидания Много не пей Да Вот так вот А я совсем забыла, что нас Ник пригласил Представляешь? Ну, как же ты так Такое событие в жизни Из художественного училища поперли А это хорошо или плохо? Ник считает, что хорошо Говорит, что училище сдерживало его талант А сейчас он свободный художник И он хочет отметить это событие в узком кругу Правильно, Света? Да В очень узком кругу Ничего, я впишусь А ты не знаешь что-нибудь про Егор? Не-а Жалко А кто такой Егор? Да, живет тут в деревне напротив поселка Это мой парень, понятно? И он сейчас должен из армии прийти Надоел сегодня вообще за столом Кто так тронет, кто так тронет Представляете, баны Ну, ты даешь Что бы, что бы Я ее такая, я парня из армии жду Егорушка, если бы ты пораньше предупридел, что приедешь Я бы каких-то пирогов напекла бы Что-нибудь наготовила бы Ну, а то что это? Ну, дебильнули раньше времени Зато сюрприз вам устроил Ладно, готовься получать подарки Это тебе Ой, какой свет изумительный Все, с нами на дискотеку, срочно Так, это тоже тебе А это что? А это сердечные капли Врач в части сказал, что очень хорошее лекарство Да, в последнее время сердечко барахлит Это тебе О, слушай, где взял такие-то, а? Места надо знать Слушай, спасибо Так, осталось только Татке подарок сделать Хм, а что, Тайсон, в чем проблема, а? Слушай, а у тебя наш железный конь на ходу? Обещаешь конь, ракета, довезем куда надо Ну так пойдем Мамуль, спасибо Пойду, прокачусь, соскучился Ну все, пропал, друг Вот так вот женятся И потом про тебя забывают Да тебя хрен забудешь Пойдем, показывай свою ракету Пойдем Егорушка, переодеться Все, спасибо Хорошо Ник, я, возможно, сегодня уеду Может быть, задержусь на выходные Ладно Да, ну понятно, тебе лишь бы меня не видеть, да? Мама, это извечная проблема отцов и детей, все путем Что-то я не поняла, а ты куда собрался? Свежим воздухом подышать Какой воздух? У тебя зачет скоро, тебе нужно заниматься Мама, в 20 лет человек сам может оценить, готов он к зачету или нет Что это за хамство? Да ладно, не горячись Обещаю, что завтра я сяду заниматься С утра Обещаю, с утра Пока Все, пока Все, пока Здрасте, а Тату, то есть Татьяну, можно увидеть? Здрасте, а... Таты нет А ей что-то передать? А вы меня не помните, Анна Валерьевна? Нет Я Егор Смирнов, я в армии был, вот, вернулся Да, Егор Поздравляю А Тата... Здрасте Егор, привет, слушай, а какой красавец, возмужал ты как А Тата с ребятами пошла погулять А куда? Да я не знаю, в беседку, наверное Спасибо, Поль Сергеевич Пожалуйста Ну что, нельзя было язык за зубами держать? Ну что Нормальный парень Я его помню, он отлично прыгал с моста На запруде И потом Он нравится Тате Нравится? Ты что, хочешь такого зятя? Мы, кажется, с тобой говорили об этом Аня, я умоляю тебя Пусть Тата общается с кем хочет Это не означает, что она обязательно выйдет за него замуж А если выйдет? Ну не вышло же еще, а? Проблемы надо решать По мере их возникновения И потом Взаимодействие тел Еще не означает, что они поглотят друг друга А, по-моему, эту проблему нужно решать сразу И не ждать, что они поглотят друг друга Гёта, тебя к телефону Да, спасибо Да, слушаю Ну хорошо Я приеду Через полчаса выйду Да До встречи Что еще случилось Да у аспирантки проблемы Какая-то путаница с результатами В общем, надо Приехать посмотреть Ну так выходной же Но не в лаборатории же Эксперимент не остановишь Так, подожди У тебя гости Юбилей Ну да Но работа Есть работа А насчет гостей Я полагаюсь на тебя А ты не переживай Я переночую в лаборатории Ну подожди Я хотя бы какие-то бутерброды тебе приготовлю Спасибо А где у нас расписание электричек Где обычно Нет, ну я вообще удивляюсь Как ее могли тебя выгнать из этого училища Училище имени твоего деда У него дед Павел Канунников Лауреат госпремии, между прочим Он, между прочим, очень известный скульптор Его ленины в каждом городе стоят Да ты что Будут проблемы с авторскими правами Обращайся Окей А Женя у нас, между прочим, на юрфаке учится Учту, учту А у тебя, мама, знаешь, что тебя отчислили? Да ладно, что там Я сейчас все равно не до меня Вон в город собралась Может, у тебя скоро, мамка, замуж? Так, мне кажется, мы спелестим А у тебя скоро новый папка появится? Мы вас не ждали, а вы приперлись Уже папа сказал, что вы в беседке Ну мы тут Ну что, поехали А куда? Кататься Пока Она с этим Егором Два года назад встречаться начала Но потом его почти сразу В армию загребли Вот Короче За верность А что, в нельце было без сюрпризов? А что, в нельце было без сюрпризов? Нет У тебя же день рождения Я хотела тебя поздравить Альбин Альбин Ты просто Ты просто Ты просто А вот туристка какая-то Ну Ну что, ты решила, куда мы поедем? Ну, конечно Что это? Это ключи от квартиры одного моего сотрудника Ну, она хоть приличная Альбина Еще Эйнштейн доказал, что все в этом мире относительно Альбин Да 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 Спасибо Всего хорошего До свидания До свидания До свидания До свидания Счастливо Была рада вас зима Спасибо До свидания Привет, Игорь Семенович До свидания Анна Валерьевна, а можно я от вас позвоню? Да, конечно Там Спасибо Погодите, постойте, я провожу вас до поворота Да, ничего А вечер добрый, это Бликевич беспокоит А Беседу провел Пока безрезультатно Шаповалов отказывается Да будет вам спирт И вольфрам Просто надо поставить за флапом своего человека А с этим я разберусь Слезаете? Я все время вспоминал это место Только вот дамба мне как-то выше, что ли, казалось Твоя мама была не рада меня видеть Ну и наплевать Зато я очень-очень-очень долго тебя ждала Знаешь, я столько раз представлял себе нашу встречу И я никогда никому не говорил, не дарил Ну, в общем, вот Это тебе Ух ты А это что, намек? Пока просто подарок А когда будет намек Я подарю тебе самое красивое кольцо На всем свете Красиво Очень Очень Да Ты один? А где Тата? А… Да, некий Егор увез ее на мотоцикле Послушай, это детское увлечение Это скоро пройдет Я знаю, Анна Валерьевна Я знаю, Анна Валерьевна А ты… ты бы же не понастойчивее был Ага Да, ты же сам видел Егор это деревенщина неотесанная А Татка у меня Мало того, что внучка такого физика, как Шаповалов Так еще и девчонка видная Красавица Красавица, Анна Валерьевна Она мне очень нравится, но этот Егор для нее это все Я уже и не знаю, какой подход найти Я и так стараюсь, но ничего не выходит А ты не сдавайся Ты подумай лучше, как от этого Егора избавиться А если что, я тебе помогу А Татку свою я знаю Она сначала только упирается А потом все Идет на уступки Хорошо Спасибо, Анна Валерьевна Спокойной ночи Спокойной ночи Скажи, а ты когда-нибудь думал, что будет вот так? Как? Так хорошо Нет А я, конечно, понимаю, что сейчас не время, но можно я тебе кое-что спрошу? Все, что хочешь Скажи, а помнишь, я тебе в армии писала, что куда я думаю идти работать после института? Ну да А ты? Куда ты собираешься поступать? Да никуда Ну а почему обязательно нужно поступать в институт и изучать то, что тебе не интересно? Подожди, но ведь ты даже не знаешь, что тебе интересно Знаю Что? Работать вот этими руками Вон мотик, я же его собрал по кусочкам из запчастей И ничего, отлично бегает до сих пор Но это не серьезно, Егор А что серьезно? Перекладывать бумажки в кабинете? Егор, вот ты посмотри на людей, которые живут на твоей улице Они к тридцати годам или спиваются, или их сажают в тюрьму Значит, по-твоему, те, кто не поступил в институт, быдло, да? Я этого не говорила Но ты так думаешь Ты обиделся Поехали домой, а то замерзнешь Я не могу отсталеть Я не собираюсь с тобой ругаться, из-за какой там ерунды Хотя нет, это не ерунда Тат, садись Фу, нет Субтитры создавал DimaTorzok Соль, можно? Анна Валерьевна, огромное вам спасибо. Завтрак был потрясающий. Ну, что, ты со мной или останешься? Папа, а что мне в Москве-то делать? Если вот Анна Валерьевна не против, я бы с радостью здесь остался. Конечно, Жень. Я возьму почитать. Да, конечно, берите, конечно. Жень, оставайся. Я против. Спасибо. Тата, ты вообще вчера вела себя, бросила гостя. Так ничего же не случилось. Домой дошел, не заблудился. Тата. Ничего страшного. Я провожу. Спасибо. Аккуратнее. Я покажу вам, как пройти коротким путем к лиспичкам. Я покажу вам, как пройти коротким путем к лиспичкам. А ты слышал, что я сказала? Эй! Слышал. Мне кажется, ты не совсем правильно оцениваешь ситуацию. Да. Я бы друзьями так не разбрасывался. А ты мне не друг. А ты проверь. Друг это тот, который может помочь. А я могу. А мне не надо помогать. Да? Да. Ну, я же вижу, что у тебя с твоим этим не все в порядке. Ну, ладно, как знаешь. Тата, подожди. Ты придурок, что ли? Ну, извини. Идиот. Алюша, я опоздаю на работу. Как насчет того, чтобы кофе в постель? О, кофе в постель. Кофе в постель ты уже проспала. У нас семь минут, чтобы собраться. Так что давай. Давай, давай, давай. Быстренько. Давай. Семь минут. Уже шесть. Представляешь, у нас с тобой могла бы быть совместная жизнь. Ну, я прошу тебя. Не начинай. Ой, господи, как мне это все надоело. Все. Я тебя больше никуда не пущу. Значит, не пущу, да? Нет. Зав лабораторий опаздывает на совещание к директору института. И ты меня никуда не отпустишь. Ты хочешь, чтобы у меня были неприятности, да? Нет. Ну, тогда отойди. Отойди? Может, мне совсем отойти? Может, мне навсегда уйти? Ну, зачем ты так? Что ты опять надумала? Я не могу жить без тебя, Петя. Я не хочу жить без тебя. Алеша. Алеша, пожалуйста. Пожалуйста. Ну, пожалуйста, успокойся. Я не хочу, я не хочу, чтобы ты опять что-нибудь сделала с собой. Ну, дай мне еще немного времени, а? Мы обязательно будем вместе. Я обещаю тебе. Обещаю, слышишь? Я обещаю тебе. Веришь? Правда? Да. 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 Я могу выйти на работу? Да. Хорошо. Ой, мамочки мои. Я опоздаю. И мне всыпят по первое число. Все. Я люблю тебя. Пока. Не переживай, помиритесь. Если из-за мелочи, так и в голову не стоит брать. Ну, если не приезжать, значит, не из-за мелочи. Ну, и слава Богу, хоть найдешь себе нормального. Ой, я не понимаю, нафиг он тебе вообще сдался? Светочка, я без него жить не могу. Извините, тут где-то журнал был «Наука и жизнь». Не видели? Там на полке посмотри. Где? На полке в шкафу посмотри. Угу. Ты за журналом пришел, бери и иди. А, что, прически не получается? Ты за журналом пришел? Бери и иди. Тат, если хочешь, я могу поговорить с этим твоим Егором. Нет. Но я считаю, информация лучше, чем недосказанность. Ты сможешь правильно оценить ситуацию. О, что такое эмоции? Потом расскажу. Как же он меня достал. А я смотрю, он ради тебя на все готов. Везет тебе, татка. Привет, Илья. Здравствуйте, Петр Сергеевич. Спасибо. Петр Сергеевич, у вас к телефону, какая-то женщина, сказала, что срочно. Надо так надо. Ну, хорошо. Я скоро. Да-да, возвращайся. Я буду здесь. Очень интересно. Шаповалов. Петя, это я. А что? Что случилось? Я соскучилась. Теперь тебя плохо. Я места себе не нахожу. Аля, я тебя очень прошу. Я тебе перезвоню. Нет, нет, давай я тебе сам перезвоню. И, пожалуйста, забудь этот телефон. Я работаю. Пока. Ник. Чего? Иди сюда. Где мой джинн? А я откуда знаю? Ты меня за идиотку считаешь? Вчера полная бутылка стояла. Начинается. На тучи сначала воровать. Аля, я тут подумал, давай встретимся и поговорим. Хорошо, я приеду. Я люблю тебя. Пока. Ну, что там по поводу бутылки? Так и будешь врать? Ну, ну, мы ее с друзьями распили. Я тебе не стыдно. Ладно. Я сегодня опять уеду. Мам, я тебя очень прошу, не пей больше. Оттуда станции не дойдешь. Иди уже отсюда, воришка. Добренький денек. Добренький денек. Здравствуйте. А мне будет с Петром Сергеевичем пообщаться? А он отошел. У вас что-нибудь срочное? Да нет, так. Так. Расходных материалов хватает? Вроде бы. Это хорошо. Это хорошо. Ага. Хорошо. Хорошо. Мне бы документацию посмотреть. Надо кое-какие цифры сверить. Петр Сергеевич бумаги по проекту с собой носит. Да? А почему? Надо же степи хранить. Петр Сергеевич периодически сверяет данные. Ему просто необходимо иметь их перед глазами. А все эти инструкции, это же идиотизм. Разве не так? Ну, как сказать? Как сказать? Ну что, я в министерство. Попробую договориться с ним, если получится. Так что, давай? Ну, давай. Ни пух и ни пиран. Ну все, счастливо. Петр Сергеевич. Петр Сергеевич. Хорошо, чтобы нашли. Вот. Обегала я все министерство с твоими документами. Ну, что ты? Ну, нет на что делать. Понимаю. Вот это с портфелем. Я понял. Глава, внимания не привлекай. Хорошо. Все должно быть чисто. Ну, позвоните, он проверится, что ли. Хорошо. Понимаете? Да, да. Все, счастливо. Я посмотрю. Спасибо большое. Ничего не понимаю. Дай ключ внутренастый. Вот так крутил, вот так течет и все. Посмотри сам. Егор! Поговорить надо. Поговорить надо. Валил бы ты отсюда, не о чем нам разговаривать. Да ладно. Чего хотел? Я друг татой и волнуюсь за нее. Что-то мне странное кажется, это ваша дружба. Согласен, между мужчиной и женщиной вообще редко встречаются дружеские отношения. Все равно все на сексе замешано. Это ты к чему? А ты не понял? Та-то моя девушка. А ты всего лишь навсего ее романтическое воспоминание. Ты ведь сам все своими глазами видел. Классно целуется. Егор, ты че творишь? Ты че несешь, урод? Стой! Егор, стой! Стой, Егор! Вали отсюда! Ты попал! Нанесение тяжелых телесных повреждений. Егор, я сказал! Статья до трех лет! Вали отсюда! Вали! Егор! Ты че? Извини, ты не в курсе? В холодильнике есть лед? Хе-хе-хе-хе-хе. Ой, прости. Что смешного? Прости, пожалуйста. А кто тебя так? Кто-кто? Егор твой. Ты знаешь, у меня сложилось впечатление, что у него с головой не все в порядке. Он случайно не в горячих точках служил? Пойду, приложу что-нибудь холодненькое. Да... Вот я ж говорю, хороший. Бабка делала. Понимаешь? Красиво, а? Да не переживай ты так из-за него. Ну, придурок, он и есть придурок, ну... Понимаешь, когда он мне сегодня все это наговорил, у меня так сердце защемило. А вдруг правда, а? Егор, вот ты не сдержался. А знаешь, что самое обидное? Что? Что, когда мой брат погиб, ты же помнишь моего брата? Митьку? Конечно помню. Он же, он на два года старше тебя был, да? Да, был. Так вот, когда он погиб, я вот здесь вот вообще ничего не почувствовал. Понимаешь? Пустота. А у мамы тогда впервые целый день сердце болело. Вот. За ее здоровье? Угу. Тат, ну это глупо. Не надо за меня заступаться. Я и не собираюсь заступаться. Просто хочу узнать, как все было. Нина Васильевна! Оу! Здрасте! Скажите, Егор дома? Да нету его. Ушел куда-то, ничего не сказал. Не знаю. Ладно. Извините. Пошли. А знаешь, о чем мы с братом в детстве мечтали? Ага. Мы мечтали, когда вырастем, откроем школу по боксу. А потом он утомил. А я открою школу. Вот увидишь. Денег где возьмешь? А? Заработаю. Ага. А что? Хорошо. Пойдешь ко мне с детьми заниматься? К тебе? А пойду. Ну? Ну? Опа! Ну и где вы так набрались? Ой, я нормальный. А Егор просто с непривычки. Эй, мам, я тоже нормальный. Отрезанный почти. Граница она! На замке! К тебе твоя девушка приходила. С парнем. Парень весь из себя такой холеный. Но синяк под глазом есть. Слышь, Егор. Это ж этот. Вообще обнаглел. Надо... Надо с ним разобраться, ну вот. Сиди. Я сам. Егор. Ты куда? Да, мам, не переживай. Поговорите сразу обратно. Ты лучше вон за Санькой присмотри. А то моряки, они народ ненадежный. Чуть-чуть сразу ко дну. Опа! А, вот еще один. Чувак знакомый рассказал. Тоже художник. Значит, идет концерт рок-группы. Тут солист подбегает к басисту и говорит. Слушай, я там слова забыл. Что там в следующем куплете? Тот отвалил у меня сложный кусок. Но он к гитаристу подбегает. Уйди, у меня соло. Ну, значит, он в отчаянии бежит к барабанщику. Слушай, Коля, ну ты хоть помоги. Что там в следующем куплете? И Коля на чайно долбит в барабаны и кричит. А в какой песне? Нормально, да? Тата. Тата. Что? Явился, не запылился. Тата. Фу, ты что, пьяный? Сейчас начнется. Скажи правду. У тебя вот с этим что-нибудь есть? Может, подойдем? Да ладно, сами разберутся. Что молчишь? Сказать нечего, да? Психопат. Тата, все нормально? Все нормально. Тата. Психопат. Тата. 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 О! Тата. Тата. Хорошо, что ты сейчас все поняла. А то так живешь с человеком, а там вообще выясняется, что у него таракан в голове. Да. Как будто это ты на психолога учишься, а не я. Я просто очень много книг читал по этому поводу. А что? А ты вообще знаешь, что такое ревность? Это патологическая форма недоверия. Если человек тебе не доверяет, то это уже не любовь. И это не лечится. Альбина, ну не стоит сгущать краски. И потом, если уж на то пошло, то в этой ситуации, понимаешь, больно всем. Я не могу. Я не хочу разрушать семью. Да и Нику твоему вряд ли понравится, что его мать связалась с женатым мужиком. Да, Нику, вообще все по барабану. Ты, наверное, думаешь, что мне просто. Я себя в этой ситуации чувствую вообще полной сволочью. Все эту кашу заварил, а теперь не знаю, как расхлебать. Стой здесь. Никуда не уходи. Здравствуйте. Поступило заявление, что в квартиру проникли воры. Предъявите документы, пожалуйста. Это недоразумение какое-то. Это квартира моего сотрудника. Он дал мне ключи. И потом, ну, позвоните, ну, проверьте, что ли. Позвоним. Это черт знает, что такое. Нет, ну вы видите, что у нас все в порядке, что мы не похожи на воров. Аля, подожди, отойди. Граждане, у нас еще две квартиры. Поторопитесь, пожалуйста. Нет, сначала извините. Вы должны представиться и показать свое удостоверение. Пожалуйста, мы переверные. Это обычный наряд. У тебя документы. Есть паспорт? Есть? Нет, нет, у меня есть. У меня паспорт есть. Хорошо. Ну, твой паспорт. Твой паспорт. Они сейчас проверят и уйдут. А где твой паспорт? У меня где-то здесь. Ну, где? Ну, было удостоверение. Ну, я вас слушаю. Ну, ну, че-то квилая такая. Бурная личная жизнь. А я тебя предупреждала насчет твоего Егора. Мам, Женя проболтался, да? Нет. Нет. Мне Света все рассказала. Пришел, говорит, пьяный. Набросился на тебя. Тата, неужели тебе нравятся пролетарские замашки? Это только начало. Мама, не надо, пожалуйста. А Женя, между прочим, очень милый мальчик. Воспитанный. Он из хорошей семьи. Пожалуйста, я не хочу это слышать. Да, это очень важно для меня, папа. Подними все связи. Я хочу, чтобы этого урода посадили всерьез и надолго. Записывай. Смирнов Егор. Да не знаю, я отчество. Адрес. Иваныч, привет. Привет. Утро доброе. Здрасте. Ну, как отчет? Ну, вот, пишу. Покажи-ка. Ну, чего? Отлично. Слушай, а вот это любопытно. Знаешь, давай-ка сопоставим с результатами прошлой недели. Петр Сергеевич. Данные. Все данные. Пропали. Петр Сергеевич, вы понимаете, что проект секретный? Секретный! И ответственный за пропажу документов. Да понимаю я все. Но не мог я потерять данные. Не мог. Значит, вы утверждаете, что прошлым вечером они были у вас? Да. Я в этом абсолютно уверен. А что вы делали после работы? Ну, что я... Я был на квартире моего сотрудника, он оставил мне ключи. Зачем? Это мое личное дело. Вообще-то, ваше личное дело затрагивает интересы государства. Мало того, что вы нарушаете правила и носите с собой секретные документы, вы... Хорошо. Я был на квартире со своей любовницей. Ее имя и адрес, пожалуйста. Господи. Она здесь ни при чем. Понимаете? Ни при чем. Прошу прощения. Можно нас оставить на минуточку? Переговорить? Да. Можно. Почему же нельзя? Петенька, Петруша, а чего ты вы... выделываешься? Тут без сантиментов. Тебе срок светит. Понимаешь? Срок! Так. У нас, конечно, не сталинские времена, но в тюрьму тебя упечь могут. Я попытаюсь. Ну, чтобы пока тебя ограничили подпиской, а не в выезде, но... Но, Петюня, ты должен рассказать все, все, мой дорогой. С кем спишь и как. Извини. Здравствуй. Идиот, что ли? Знаешь, я заметил одну закономерность, что, как ни странно, все психологи поступают строго противоположно тому, что советуют своим пациентам. Да ты что? Угу. И что? Вот что написано в твоей конфликтологии. То и написано. Агрессию поощрять нельзя. Нужно сразу расставить все точки над «и», чтобы и жертва, и агрессор четко знали границы допустимого конфликта. Женя, если ты о Егоре говоришь, то не надо, пожалуйста, потому что я прекрасно знаю, что делать сама. Да ну. И ты ждешь, чтобы он прибежал к тебе с извинениями. И ты радостно его простила. Вот если бы ты, наоборот, уехала и тем самым дала понять, что такие вещи с тобой не проходят… Слушай, что ты в мою жизнь, ты все время лезешь, Женя. Я просто помочь хотела. Не надо. Тебе здесь не нравится? Пожалуйста, пожалуйста, уезжай отсюда, в Москву. Я не знаю, куда хочешь. Я просто по-дружески хотел помочь тебе. Не надо мне помогать. Ты здесь, слава Богу. Мне нужно срочно в город. Зачем? Что-то случилось? Да, с отцом что-то. То есть, нет, с ним все в порядке. Но просто позвонили, ничего не объяснили, сказали, приезжайте и все. Давай я с тобой, мама. Нет, 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 не надо. Я сама. Я тебе потом все расскажу. Да. Послушайте, может быть, вам помощь какая нужна? Нет, нет, не надо. Нет. Черт. Да что ж с тобой творится? Миша, ты слышишь меня или нет? У меня прям сердце заходится. Плохо. Миша, ну куда ж ты его, а? Ну что он такого сделал, а? Разберемся. Да все нормально, мам. Иди домой. Я ничего плохого не сделал. Егор! 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 Хорошо. А дома тебе неинтересно сидеть, да, я так понимаю? Я просто помогаю тебе. Не надо помогать. Здравствуйте, скажите, вы последний? Да. Девочки, что? Что случилось? Да Смирнов, парень молодой, который только из армии пришел. Только пришел? Вот только пришел и так сильно и с Смирнов. Ой, парень молодой, который из армии пришел, Смирнов, устроил драку, да так человека избил, что посадят. Посадят? Чего посадят? Ты звонил в милицию? Да я тут при чем? Ну на это надо показания снять, заявление написать. А кто звонил? Я тут при чем? Что случилось-то, а? Смирнов. Ну пойдем. Значит, вы утверждаете, что среди друзей вашего мужа есть граждане иностранных государств? Ну конечно. Он же известный физик, он ездит на конференции. А вы не заметили, может быть кто-то втирался ему в доверие, пытался предложить работу за границей? Нет, нет, ну такого не было. Ну а вы мне вообще объясните, что произошло? Произошло то, что из портфеля вашего мужа исчезли документы секретного проекта. И вполне возможно, что ваш муж их кому-то передал. Ну, а зачем? Ему могли предложить хорошие деньги. Нет, нет. Но это невозможно. Я бы знала. Петя мне всегда все рассказывает. У нас с ним никогда никаких секретов друг от друга не было. Значит, вы знаете о том, что у него есть любовница? Как? Еременко Альбина Семеновна, дочь известного скульптора. Глауреата государственной премии. Вот здесь, обратите внимание. Вы знаете такую? Подпись мужа узнаете? Подпись. Знакома? Да. Благодарю. Да. Да. Они с Петей с детства знакомы. Она часто бывала у нас в гостях. И… Да. Ну, я еще шарлотку учила делать. А вы меня разыгрываете, да? Да. Здрасьте. Во. Ну, вы послежи. Ты чей будешь? Ты кто по жизни? Эй, я с тобой разговаривал. А это что за фуфел? Я не понял. Ты че рамсы попутал, а? Пузырь. Потухни. Слышь, бегунок. А ну-ка, подтянь-ка сюда этого боксера. Ящер тебя приглашает. Присаживайся. Грамотно выключил. Красиво. Раньше занимался? На гражданке начал. В армии мастера получил. А где служил? В Средней Азии. Перебирайся. Так я же уже вроде как… Давай, давай, перебирайся. Я не понимаю, каким образом вы меня связываетесь с этими документами. Вы знаете, кем был мой отец? Он был лауреат государственной премии. В курсе? Нам известно, что два года назад вы пытались покончить жизнь самоубийством. Ну, а это здесь при чем? В документах указано, что у вас есть алкогольная зависимость. Таким образом, мы вправе назначить вам курс психической реабилитации. Вы меня психушкой не пугайте. Я вам объясняю. Мы просто встречались. А ни про какие документы я не знаю. Мы занимались любовью. А для того, чтобы заниматься любовью, никакие документы не нужны. Ну да, понятно, понятно. Я просто хочу вам наглядно все объяснить. Утерянные документы касаются военных разработок. Министерство обороны от нас не отвяжется. Таким образом, я дело доведу до конца. В любом случае. А вы в курсе, что я могу сделать один звонок и вы свои вагоны положите на стол? Я вас больше не задерживаю. Хорошо. В ближайшее время я вызову вас на официальный допрос. Если вы врете, вам же хуже. Хуже для вас и для вашего сына. Вы подумайте. Сказать, Артю, дорожка. До свидания. Тетя Нин. Тетя Нин, вы дома? Тетя Нин? Тетя Нин, что с вами? Что с вами? Тетя Нина, тетя Нина, держитесь. Давайте, я сейчас, я со скорой. Тетя Нина, держитесь. Давайте. Мраделье опять занято. А что ты еще хочешь узнать? Я хочу узнать, куда перевели Егора. Зачем? Ты что, к нему собралась ехать? Может, и поеду. Мама, что с папой? Ничего. Все нормально. Мам, мам, ты че делаешь? Ничего. А? Ничего. Мы уезжаем. Куда? Никуда. Сначала, сначала к тети Шури, а потом… Анна Валерьевна, вы извините, но что-то случилось? Нет, нет, нет. Женя, все нормально. Может, помочь надо чем-то? Я не знаю. Это наши семейные дела, пожалуйста, не надо. Иди к себе в комнату, собирай вещи, а мы тебя подбросим до метро. Иди. Хорошо. Мама, я отсюда никуда не уеду, пока ты не скажешь, что происходит. Твой отец подлец. Меня вызвали, чтобы сказать, что у него любовница. Даня, ты где? Даша, ты где? Саша, я тут! Мамульчка… Даня, извини. Телефон, нужно срочно позвонить. Можно? У Нины Васильевны пристав сердечный. Пожалуйста, звони, конечно. Мам. Мамочка, ну ты что, ну не плачь. Хорошенька, мамуль. Не плачь. Ой, Мишечка. У меня психошка. Руки короткие. Идиоты. Всю жизнь я испортил. Сволочь. Всю жизнь я испортил. Ненавижу. Ненавижу. Но Нику жизнь испортить я не дам. Так, по-моему, все. Да, вот это ты и все. Только отпустили, я сразу к вам. Я с тобой. Аня, а мы можем? Я не могу. Я не могу с тобой разговаривать. Папа, а это правда? Послушайте, мы можем просто поговорить, а не пороть горячку. Я не могу. Мне нужно хотя бы пару дней, чтобы отойти. Тата, садись в машину. Я останусь, мы поговорим с тобой. Да? Хорошо. Пойдем. Понятно. Мама! 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 Черт! Алло! Скорая! Давай крошку. Да не надо. Мне щас передачку принесут. Вот принесут — отдашь. Давай. Спасибо. Ну, а ты после армии чем думаешь заниматься? Вначале строительством. Бани там, срубы. Умеешь? Отец, научить успел. Ну, руки, если работают, копейка всегда будет. Да сейчас вообще неизвестно, что дальше будет. А тебя за что закрыли-то? Подрался. Из-за телки? Да, из-за девушки. Вас за что? Да я так. По мелочи. Пересидеть. Тут хорошо, спокойно. Да. Тихо, тихо. Смирнов, на выход. Мама, наверное. Лицом к стене. Руки за спину. Санька. Здорово. А где мама? В общем, это… В больнице твоя мама. У нее приступ сердечный был. Врачи говорят, что операция нужна. А за нее бабки надо платить. Конкретные бабки. Сколько? Все. Это Белькевич. Ты свое дело доделал? А мои условия забыл, что ли? Чего молчишь? Почему только сегодня? Шиповалов уже уволился. Ты в курсе? Я за что тебе деньги плачу? Шиповалова я убрал, но сажать его в тюрьму я не собираюсь. Ты меня понял? Папа, можно? Так, не получается с этим… Да. Не получается. Папа, я сейчас дозвонилась в больницу, где лежит Нина Васильевна. Какая Нина Васильевна? Мама Егора, я ж тебе рассказывала, помнишь? Егора? Да. Ну и как она? Ну, плохо. Очень плохо. Нужно срочную операцию делать. Деньги нужны, пап. И я… Ну, я… Знаю, что вы с мамой открыли на меня сберкнижку. Вот. А можно я эти денежки сниму? Можно? Ладно. Тата, эти деньги мы собирали с мамой для тебя. Я знаю. Мы десять лет откладывали, чтобы ты могла купить кооперативную квартиру. Вообще что-нибудь купить. Ну, сейчас же они мне не нужны, эти деньги, правильно? А Нину Васильевну срочно нужно оперировать. Так сказали врачи. Тата, я все понимаю. Но ты же знаешь, я сейчас уволился с работы. С мамой у нас не лучшая ситуация. Ты сегодня поможешь Нине Васильевне, а завтра останешься без гроша. Аж ты вообще слышишь, что ты говоришь? Устроюсь я на работу, заработаю я эти деньги. Я сказал нет. Папа! Нет! Папа! Нет! Ты… ты… мама правильно сказала, что ты эгоист. Вы позволите? Пожалуйста. Здравствуйте. Сергеева будьте добры. Во сколько? В четыре. Нет, я завтра зайду. Спасибо. Здравствуйте. Здрасте. Здрасте. Уйдите, пожалуйста. Да? Что? А она ничего мне не может сказать? Занимайте очередь. Ага. Ага. Я пошёл, я пошёл. Ну? Ну… Слышь, боксер, что случилось-то? Ничего хорошего. А ну-ка, сядь-ка, потолкуем. Может, я чем помогу? Мать в больнице. Что с ней? Сердце. Деньги на операцию нужны. Много. А их нет. Это хреново. Могу дать долг. Потом отработаешь. В смысле? Да не бойся ты, раз ты не попадешь. А время сейчас рыночное, малый бизнес, просветает. В рэкетеры меня записать хотите? Ну, рэкетеры – это прошлый этап. Есть варианты поинтересней. Ну, хорошо. А отсюда-то как помочь? Ну, это дело техники. Что? Слушай, проблемка есть такая. Надо пацану одному перетереть на пол часика. Сделаешь. Дашь позвонить, за мной не заржавеется. Отведу. Сейчас тебя выдернут в камеру. Поговоришь по трубе. Что? Чего? Мне скажешь. А остальное моя забота. Да. Почему вы мне не верите? Вдруг я вас обманул? Ну, когда выйду отсюда? Если мать любишь, не обманешь. Даю слово. Почему раньше не попросила? Откуда же я знала, что твой отец даст денег? Ну, меня бы попросила. Я ж твой друг. – Здравствуйте. – Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, а можно узнать о состоянии Смирновой Нины Васильевны? Смирнова. – Она в кардиологии лежит? – Минуточку. А, еще мы хотели бы узнать по поводу оплаты ее операций. И вообще, с кем можно по этому поводу поговорить? Смирновой? А у Смирновой все, уже оплачено. Ее перевели в кардиоцентр. А, не может быть. Вот. Да. – Может быть, родственник команды? – Да нет у нее родственников. А ты с Егором поддерживаешь связь? Нет. Я вообще запуталась. Чувствую себя в последнее время как-то вялой и спать хочется. – Все время… – Тата, это стресс. Ты знаешь, я читал, его нужно снимать положительными эмоциями. Сейчас мороженое принесу. – Будьте добры, два стаканчика. – Ага. – Спасибо. – Пожалуйста. – Тата! Тата, что с тобой? – Ой! – Тата! Тата, ну-ка! – Ой! – Тата! Тата, ну-ка! – Ой! – Тата! Тата! Ну-ка! – Ой! – Тата! – Тата! Ну-ка! – Ой! – Тата! Просто загружилась голова. И все. Анализы какие-то зачем-то делать? Знаешь, о некоторых вещах лучше знать заранее. Опухоль, например, рак. Спасибо, утешил. Готовы ваши анализы. А что это? Это беременность. Три недели примерно. Поздравляю. Что-то пропало еще? Слава Богу! Все бумаги по проекту нашлись. Уборщица нашла. В холле под креслом. Петя, ну нельзя же быть таким рассеянным. Ну до какой же степени расхлябанности нужно было дойти? Я ничего не терял. Это исключено. Хочешь сказать, что их кто-то украл, а потом обратно в институт подкинул? В общем, так. Я не знаю. Пиши объяснительную. Что, мол, перебирал документы и не заметил, как выпали. От КГБшника я отвяжусь. Но лабораторию тебе, конечно, назад не вернут. Вернута в конференции. Да, и все этот мальчик, наверно в place. Заходим. Ну, что? Сто восьмая часть первая. Ну, что? Тяжкие телесные. Четыре года дали. Ты скажи спасибо, что пятерочку не бросили. Да за что? Я его один раз по роже ударил, один! А он на суде в гимнсе сидит и улыбается. Ну, видимо, ты ему здорово насолил. Да ты не дрейфь, я маляву кину, на зоне будешь себя нормально чувствовать. Выйду, убью, урода! Ну, и тебе что? Нужен этот головняк? Чё, пятнадцать хочешь намотать? Ты о матери подумай. Кстати, как мать-то? Пока не знаю. Завтра друг должен приехать, расскажет. Ну, врачи, когда им башляют, свою работу делают хорошо. Надеюсь. Ладно, Егор, нормально все будет. Нормально. Развелись, говорите? А у меня клиенты через одного разведённые. Ой, прям закономерность какая-то. Не в обиду вам, Светочка. Но сейчас бабы такие пошли, тебе штанов оставят. Так что, я для себя решил. Никаких больше приключений. Ну, раз у меня никаких перспектив, с вас три двадцать. А что, перспективным скидка? У вас можно. Касса, пожалуйста. Света, ой, что? Можно ты на секунду? Да чего, а? Что случилось? Пойдём. Я сейчас. Родители уже знают? У-у-у. Им сейчас вообще же не до меня. У-у-у. Так, у меня в медицинском девка одна учится. Так что можно будет договориться с нормальным наркозом и всё такое. Ой, извини. Свет! Чего? Я не поняла, а ты что, про аборт? Ну? Да ты что? Я буду рожать. Зачем? Как зачем? Это ж маленький ребёночек, человечек, он же живой. Ой, я тебе умоляю, это пока ещё сгусток гормонов. Раньше сделаешь, меньше проблем будет. Конечно, не верится, что Егор мог кого-то вот избить. А ты чего-нибудь слышала об этом? Да твой Егор только с виду такой пенёк деревенский. А на самом деле, мама, не горюй. Четыре годика ему отвалили. Угу. Как? Ты что, его ждать собралась? Да. Да. Дура, да он от кийца, весь мастяк тебе такой придёт и ещё скажет, что детёне его. А если так будет, тогда на фиг он пойдёт. Сама буду воспитывать, что я одна, что вы такая на свете. Ну, не знаю. Тебе, конечно, решать. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Привет. Проведать пришёл. Ну, вроде того. Смотри. Это тебе. И это тебе. И это тебе. Тебя давно выписали? Какая разница, выписали, выписали. Малину будешь. Я правда не знал. Зачем ты это сделала? Неужели из-за нас? Из-за нас. Из-за Ника. Комитетчики обещали испортить нам жизнь. И всё это из-за тебя. Я могу тебе чем-то помочь? Во-первых, уже ничего исправить нельзя. А во-вторых, ты же сам этого не хочешь. Да и я тоже. Я позвоню тебе. Когда? Сегодня ночью. Осложнение после операции. Как же так? Мам, я же всё сделал. Ну, они же обещали. Егор. Ну, а я чего? Врачи сказали, что сделали всё возможное. Всё. Время вышло. Вперёд. Руки. Здоровьем. Программа. Алло. Хорошо, хорошо. Сейчас позову. Твой Петр. Доктор. Слушаю. Эдья, слушай, тата заболела. Что с ней? Похоже на кишечную инфекцию, я не знаю. Приезжай, пожалуйста. Приедешь, а? Хорошо. Все, хорошо, я поняла. Я сейчас еду. Ну, надо. Еще и дочка заболела. Мне жаль, что с твоей матерью так вышло. Я свой долг отработаю. Я знаю. Тата, я тебе тут кисель сварила. С твоим отравлением это очень полезно. Сейчас, мама. Давай, маленькими глотками. Тата! Боже мой! Тата! Таня! Господи, доченька, ну что такое? Открой глазки, посмотри на меня. Мамочка, больно. Очень больно. Я сейчас. Я скорую вызову. Подожди, я сейчас, больно. Еще пару дней, и вам придется побыть у нас. Ну? Ну как ты? Немножечко голова кружится. Это остаточное явление. После наркоза. Анна Валерьевна, я хотел бы с вами кое-что обсудить. Конечно. Ну, ну, ну все, давай, выздоравливай. Да, там Женя стоит за дверью. Может быть позвать его? Или не надо? Мне вообще все равно. Ну все, все будет хорошо. Это тебе. По какому поводу праздник? Да, просто хотел поддержать тебя. Настроение как-то поднять. Жить-то нормальный человек. Ты подумай своей головой, какое мне сейчас настроение. Я ребенка потеряла. Ну, а ты-то тут при чем? При чем? Я при чем? Да...